добрый день друзья добрый день мои дорогие зрители сегодня я решил снять еще одну серию из цикла моего снаряжения и рассказать вам о своем новом приобретении ну я бы так сказал об одном из самых главных своих приобретений и о новом наверное символе канала валдайский синдром приобрел я друзья пятизарядное полуавтоматическое ружье mc2112 ружье советского производства и к тому же ружье в сувенирном исполнении ну я как вы видели охочусь с разными ружьями одно из моих ружья это ишь 18 мм но она немножко мне коротковато поэтому периодически бывают промахи я задачу с приобретением для своего канала для себя для своих охот нового ружья подходящего мне по размеру под мои длинные руки вот но так как ружье я хотел купить необычное обязательно в штучном исполнении то искал я соответствующее оружие искал на разных сайтах магазинах и вот собственно говоря мне повезло нашел я mc2112 сувенирном повторюсь исполнении это исполнение лучше чем штучное оно помимо индивидуального изготовления индивидуальной подгонки каждой детали имеет еще резьбу гравировку инкрустацию серебряной проволокой и далее все это вам покажу вот и приобрел я вот такую вот легенду советскую легенду mc2112 единственный свое время в советском союзе полуавтомат ружье у меня 92 года выпуска еще раз скажу в сувенирном исполнении и ружье это охота никогда не видел а ну один раз было как не рассказал хозяин я собственному верю ну судя по его состоянию этого ружья один раз она была на стенде и 20 лет лежала в сейфе поэтому мне она досталась в идеальном состоянии состоянии наверное там нового музейного экспоната вообще не имелось не имеет следов охоты так значит что здесь хорошего в этом ружье ружье повторюсь 5 зарядное полуавтоматическое магазин на 4 патрона то есть вот сюда заряжается 4 патрона 5 патрон заряжается непосредственно в патронник таким образом 5 выстрелов можно сделать полуавтоматическом режиме ружье работает за счет отвода ствола видите ствол отводится это единственное в нашей стране единственно в своем виде такая подобная разработка ну в свое время я думаю что это ружье было пределом мечтаний всех советских охотников как говорят стоило она порядка полутора тысяч рублей но при зарплатах собственно как которые были советские времена вы знаете что такое полторы тысячи и не всякие не всякий охотник мог себе позволить такое творение полторы тысячи стоило естественно конечно сувенирное исполнение обычное исполнение порядка там 500 600 рублей я в свою очередь когда хотел первый раз приобретать себе ружье когда был еще совсем молодым конечно про это ружье и много читала о нем мечтал ну в силу определенных понятных обстоятельств купить такое ружье я себе не мог вот наконец-то моя мечта осуществилась ружье себе приобрел и ближайшее время буду показывать все свои приключения с этим ружьем на канале валдайский синдром что касается механики этого ружья я так вкратце ребят покажу вам каким образом осуществляется разборка этого ружья вот такая вот крышечка таким образом снимается цевьё с этого ружья вот так вот освобождается ствол самая безусловно трудоемкая разборки это вот эта вот часть ну колечко можем снять два колечка и возвратная пружина подствольный трубчатый механизм на четыре патрона значит ствольная коробка состоит у него из двух частей сама основная ствольная коробка и крышка ствольной коробки нижняя часть ствольная коробка фрезерованная верхняя часть крышка ствольной коробки по всей видимости штамповка но могу вам сказать ребята подобно на это все просто идеально я не буду сейчас разбирать она снимается отсюда сторону и освобождается сам затвор и весь механизм делать я этого не буду потому что не хочу и сейчас его разбирать разберу после стрельбы так вот подобно на все идеально это особенность штучного и сувенирного исполнения значит собирается все это богатство в обратном порядке вот так вот еще ребята соберем как понимаете тоже еще достаточным опытом сборки этого ружья не обладаю пару раз собирал разбирал вот так вот похвастаешься потом сам удивишься такая вот бандура это пожалуй наверное ребята единственный минус этого ружья вот такая вот сборка и разборка вот значит что мы еще имеем на этом ружье предохранитель таком положении выстрелить невозможно в таком положении быстро осуществляется так эта кнопка фиксации крышки патронника так вот она закрывается и есть отсекатель магазина работает вам по часовой стрелке другую сторону не крутится можно подключать или отключать магазин при отключенном магазине заряжение происходит через патронник по одному патрону для того чтобы ну например здесь одни патроны быстро нужно поставить пулю еще он поставил поле выстрелил так значит нашел я в этом ружье одну единственную особенность которую я считаю недостатком это вот эта вот кнопочка блокировки назовем так магазина и спуска затвора сделан из пластмасса конечно эта кнопка должна быть металлическая и и ближайшее время заменим вот сейчас я вам подробно покажу красоту которая это ружье у нас облагораживает дерево это тот самый тигровый орех который используется на сувернирных ружьях замечательное теплое дерево красивая полосатая краска непередаваемая значит на всем прикладе и цевье резьба ручная резьба инкрустация серебряной проволокой я понимаю что на хоть конечно это не главное но мне как любителю изящных вещей это глаз и душу радует вот сама ствольная коробка и крышка ствольной коробки покрыта резьбой ручной резьбой с одной стороны два бегущих лося с другой стороны два бегущих оленя помимо всего вот этого благородства красивого каждая деталь внутри механизма выполнена из нержавейки и сукаса высокопрочной нержавейки имеет индивидуальный номер изготавливалась индивидуально определенным слесарем и каждое ружье собирал и изготавливал один человек каждую детальку он маркировал и ставил туда определенную нумерацию все это в совокупе конечно дает хорошее качество поэтому я доволен более чем мягко говоря ружье это буду использовать по назначению не просто любоваться и хвастаться а ходить не на охоту на весеннюю на осеннюю охоту на уток на вальшнупа ну и возможно на зверя на зверя я пока не хожу ну может быть и начну посмотрим поэтому друзья вот он новый символ канала валдаевский синдром а сейчас пойдемте постреляем с это ружья посмотрим как она себя ведет как ведет себя автоматика как она ведет на разных навесках дроби я думаю что конечно 28 грамм как это рекомендуется и навязывается на стенде будет недостаточно чтобы отрабатывала автоматика этого ружья здесь нужно на 32 грамма но на охоте есть можно использовать 32 сейчас пойдемте попробуем на северный стенд пошли ну чего испытаем все 2112 в бою пробую по всех ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, дорогие зрители моего канала, опробовали мы новое замечательное ружье МЦ-2112 в сувенирном исполнении. Показала себя замечательно и показала в то же время, что мы не стоим. Он стреляет. Весом 28 грамм. Тот самый вес, который стоит на стендах. Но его ружья практически не перезаряжает. Один раз перезарядил. Из всех наших пробных сил. Попробовали стрелять немножко другой навеской. Перезаряжает прекрасно. Поэтому, может, у нас все будет спокойно. Сейчас мы просто получили удовольствие. Просто первый раз попробовали это замечательное новое препятствие. Ну и таким образом отметили 23 февраля. Сегодня праздник. Сегодня праздник замечательный мужской. Радим всех подписчиков и зрителей. Поздравляю вас 25 февраля. И всего вам самого лучшего. Смотрите канал «Валдайский синдром». А со мной, Дмитрий Борисович, и с этим ружьем мы скоро увидимся на охоте. На осенней охоте, на осенней охоте, а может быть на зверобной охоте зимней. Не знаю, как получится. Ну вот, заодно мы, Дмитрием Борисовичем, потренировались и посоревновались, скажем так. МС-21-12. Ну что ж, ружья от 19 века, без которого возможно стрелять второй и второй. Посмотрим и видим, как это получилось. Все, всем пока. Ну все, друзья. Посмотрели мы с вами, как стреляет это замечательное ружье на стенде, на открытом воздухе. И думаю, что вы со мной согласны, что приобрел я замечательное оружие, замечательную вещь. Прекрасное, прекрасное дополнение для канала «Валдайский синдром». Поэтому, друзья, еще раз хочу поздравить вас с праздником 23 февраля. Сегодня все-таки праздник. Настоящий мужской праздник. С праздником 23 февраля. Смотрите канал «Валдайский синдром», подписывайтесь. Будем вместе. Все, друзья, до встречи на охоте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok